Посветим лучом лазера на боковую поверхность кюветы, направив его под углом к поверхности воды. Луч отражается от поверхности, как от зеркала, и уходит обратно в воду. Можно сделать так, что луч несколько раз отразится поочередно то от верхней поверхности воды, то от нижней. Из воды в воздух луч не выходит совсем, и кран, подставленный над водой, остается темным. Сделаем похожий опыт с полукруглой шайбой на вращающемся столике. При выходе луча из оргстекла в воздух угол преломления будет больше угла падения. Увеличиваем угол падения, при этом угол преломления растет еще быстрее. Преломленный луч почти скользит вдоль поверхности, и внутри шайбы появился отраженный луч. Угол преломления не может быть больше 90 градусов, поэтому при больших углах падения весь свет отражается от поверхности внутрь шайбы. Это явление называется полным внутренним отражением. Посмотрим, как будет распространяться свет от находящегося под водой источника света. Пока лучи идут вверх под относительно небольшим углом к вертикали, они преломляются на поверхности и уходят в воздух. Когда угол наклона приближается к углу полного внутреннего отражения, вышедший луч становится все слабее, а отраженный луч все ярче. А при еще больших углах весь свет отражается внутрь воды. В сосуд с прозрачными стенками мы вставили тонкую трубку и залили воду. Луч лазера проходит сквозь стенку сосуда и через трубку. Откроем пробку. Струя воды, бьющая из трубки, загибается вниз, и вместе с ней вниз загибается лазерный луч. Неужели нам удалось его искривить? Конечно же нет. Просто луч падает изнутри на поверхность струи под малым углом к ней и поэтому испытывает полное внутреннее отражение. И так много раз, пока струя не начнет дробиться на капли. Свет можно передавать не только по водяной искривленной струе, но и по любому прозрачному волокну. В этом оптоволоконном кабеле соединено вместе очень большое число тонких гибких волокон. Чтобы изображение на выходе было ярким, подсветим картинку на входе фонариком. Теперь с помощью такого кабеля можно даже читать. Сначала оптоволоконные кабели стали применяться в медицине. Тонкий кабель с прикрепленным к нему миниатюрным фонариком можно ввести в желудок или в легкие и осмотреть их изнутри. Такое устройство называется эндоскопом. Сегодня важнейшей областью применения полного внутреннего отражения является оптоволоконная связь. По волоконно-оптическому кабелю можно быстро передавать огромные объемы информации на большие расстояния с континента на континент.